Вашингтон и Сеул обсуждают расширение военного присутствия США на корейском полуострове. В частности, Пентагон допускает возможность размещения в Республике Кореи авианосца Рональд Рейган. Сейчас это судно с авиационной группой в составе 90 самолетов и вертолетов находится на военно-морской базе в Японии. Переговоры начались в связи с возможными северокорейскими провокациями после четвертого ядерного испытания. В понедельник южнокорейские СМИ сообщили, что размещенные в стране американские войска приведены в состояние высшей боеготовности. Этот шаг был предпринят на случай возможных военных провокаций со стороны Пьяняна, который 6 января объявил об успешном испытании водородной бомбы. 10 января утром американский стратегический бомбардировщик Б-52 совершил полет над южнокорейским городом Ассан в 70 километрах к югу от границы с КНДР. Его сопровождали два южнокорейских и два американских истребителя. Республика Корея и США тесно сотрудничают по теме четвертого ядерного испытания КНДР. Две страны продолжают консультации о дополнительной переброске на корейский полуостров стратегических средств помимо Б-52. В Министерстве обороны РК также заявили, что КНДР последние несколько дней увеличивает число солдат на границе. Провокации пока не зафиксировано, однако в южнокорейском командовании уверены, что они последуют. «Размещение американских стратегических средств имеет ключевое значение. КНДР провела ядерные испытания, а это значит, что она получает ядерное оружие. Если КНДР использует это оружие, ядерный зонтик поможет предотвратить катастрофу. И нужно понимать, что Б-52 был направлен в страну в качестве одной из составных частей ядерного зонтика». Между тем, Пхеньян осудил отправку бомбардировщика Б-52 из США к межкорейской границе. Официальная газета правящей партии КНДР заявила, что ядерные испытания состоялись в связи с враждебной политикой США и что Вашингтон готовит ядерный удар по северокорейской территории. По версии газеты, Пхеньян предлагал свернуть ядерную программу в обмен на прекращение совместных американской и южнокорейских учений, однако Вашингтон отказал. Поэтому Пхеньян будет наращивать свой ядерный потенциал качественно и количественно, пообещали авторы газеты.